Здравствуйте! Это программа «Настоящее время. Итоги» и сегодня, пока моя коллега Юлия Савченко в отпуске, их буду подводить я, Ксения Туркова. Сегодня в выпуске. Предварительное признание. На этой неделе стало известно, что Белый дом наконец готов начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена. Дональд Трамп, по сути, впервые формально признал поражение, но обещает продолжить борьбу в судах. Церковь и протесты. Как власть в Беларуси преследует священников и как представители церкви откликаются на происходящее в стране. Интервью с католическим священником Вячеславом Бароком. Не смогли. Оксфордский словарь в этом году затруднился с выбором слова года. Дух 2020-го нельзя выразить одним словом. Чем стал для нас этот год? Рассуждает публицист Андрей Архангельский. Пока в России шутят о том, когда же Байдену передадут ключи от российских подъездов, Дональд Трамп наконец начал передавать ему полномочия. В начале этой недели глава федерального управления служб общего назначения Эмили Мерфи уведомила избранного президента Джо Байдена о том, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти. Со дня выборов прошло уже больше трех недель, но по сути это первое признание поражения. Хоть и не полное, Трамп продолжает борьбу в судах. Байден тем временем начал формировать администрацию. Ранее он объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в его правительстве. О том, чем опасно затягивание передачи власти и о перспективах Дональда Трампа в судах, мы поговорили с юристом, экспертом по конституционному праву Екатериной Мишиной. Екатерина, вы знаете, я на днях открыла Вашингтон-Пост и прочитала там колонку, которая начиналась словами, колонку о передаче власти, которая начиналась словами «Давайте не будем слишком рано праздновать». То, что Трамп признал все-таки, что начинает этот процесс передачи власти, это действительно он признал или все-таки пока рано радоваться, что процесс пошел? Мне кажется, в случае Трампа, в принципе, с уверенностью достаточно сложно говорить о чем бы то ни было. Продолжаются суды. Буквально вчера я читала про то, что республиканский судья в Пенсильвании не принял к рассмотрению иск штаба Трампа. И, в общем, по всем штатам удивительная совершенно последовательность. Судьи одни за другим отказывают в рассмотрении, поскольку нет абсолютно никаких доказательств нарушений в процедуре осуществления активного избирательного права, то есть выборов. Поэтому говорить о том, что он признал в то время, как продолжаются суды, мне кажется, несколько преждевременно, но, в общем, ждать, что выборщики внезапно взбунтуются и станут голосовать так, как их просят, в общем, судя по всему, уходящий от нас президент, я не думаю. Но посмотрим. Есть конституция, есть судебная практика, и система разделения властей, несмотря на всяческие превратности судьбы, равно как и система сдержек и противовесов, работает четко и хорошо. Если вы говорите, что о признании говорить пока рано, то что это тогда было, вот это объявление о начале формальной передачи власти? Это процедурный вопрос, и, в общем, я поинтересовалась тем, как это происходит, и люди в Белом доме, которые курируют эту процедуру, утверждают, что не было абсолютно никакого давления со стороны явно побеждающего на выборах кандидата от демократической партии. То есть это сложный период, который, тем не менее, является неизбежным. Кстати, образцовым период транзита власти считался при передаче полномочий от Джорджа Буша-младшего Бараку Обаме. Этот пример всегда приводится как образцовое сотрудничество, взаимопонимание двух президентов, того, кто уже уходит, и того, кто сейчас придет. Не просто не было никаких попыток выяснения отношений. Все было нацелено на то, чтобы процедура передачи власти прошла максимально гладко, эффективно и без каких бы то ни было эксцессов. Я не могу сказать, что Трамп смирился с поражением, но то, что он не смирился, никак не отменяет начало процедуры передачи власти. А чем могло бы грозить затягивание этой процедуры? Вот если бы действительно оно было отложено на неопределенный срок из-за того, что Трамп не признавал бы поражение? Дальнейшая поляризация общества, которая беспрецедентна. Сейчас я просто не припомню такого в американской истории, наверное, с 60-х годов 19 века. Я сама как бы 60-е годы 19 века, наверное, помню не очень хорошо, но достаточно много про это читала. Во время процедуры передачи власти очень важно, как президент формирует свою команду. И сейчас мне очень нравится то, что Байден ориентируется в первую очередь на профессиональные качества тех, кто будет вместе с ним работать. Знаете, очень многие критиковали Рональда Рейгана и высказывали всякие не очень хорошие точки зрения по поводу того, что он, наверное, не лучший кандидат на президентский пост, что, возможно, как бы он не является блистательным интеллектуалом. Но Рональд Рейган обладал уникальным качеством для политического деятеля и президента. Он прекрасно понимал, что есть вопросы, в которых он не является суперэкспертом. Он окружал себя очень умными людьми и не мешал им работать. Я с радостью вижу, что Байден делает то же самое. Байден выбирает профессионалов. Вот сейчас очень его критикуют за то, что некоторые из кандидатов, которых он предлагает, они недостаточно ультралевые. Но они очень хорошие профессионалы. И Байден абсолютно прав в том, что он ориентируется не на политические предпочтения определенной группы своих избирателей, а на профессиональные качества тех людей, с которыми он вступает в президентский срок, будем надеяться, в январе следующего года. Большинство тех, кто работает в исполнительном офисе президента, назначаются президентом напрямую. Именно поэтому так важна кадровая политика. И время передачи власти – это как раз тот исторический период, простите меня за пафос, когда основы этой политики формируются. Тем временем от избранного президента США ждут поддержки в Беларуси. На днях Джо Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой Фондер-Ляйен и обсудил с ней ситуацию в Беларуси. Евросоюз сейчас готовит уже третий пакет санкций против белорусских чиновников. А ранее Конгресс США принял акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, который тоже предусматривает введение санкций. Глава российского МИДа Сергей Лавров, который в конце этой недели побывал с визитом в Минске, уже назвал этот документ попыткой активно влиять на внутренние процессы в стране и проявлением враждебного отношения и к Беларуси, и к России. В самой же Беларуси власть не прекращает репрессии против протестующих, на стороне которых все чаще выступают представители церкви, как католической, так и православной. На этой неделе несколько десятков верующих христиан разных конфессий, среди них священники и миряне, опубликовали открытое письмо в поддержку белорусов. Послание подписали в частности музыканты Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, писатели Денис Драгунский, Майя Кучерская, священник Алексей Уминский и другие православные католики из России, США, Бельгии, Франции, Италии и других стран. В письме они констатируют, цитата, «Служители церкви Христовой, возвышающие голос против лжи и насилия, подвергаются в Беларуси давлению и угрозам». О позиции церкви в отношении происходящего в стране нам рассказал один из самых активных в медиа священников, автор популярного ютуб-канала Ксенц Вячеслав Барок. Недавно он даже записал обращение к Папе Римскому, в котором попросил понтифика обратить внимание на ситуацию в Беларуси. Отец Вячеслав, я знаю, что вас недавно вызывали в Следственный комитет. Что вас просили разъяснить или, может быть, обвинения вам какие-то предъявляли? Почему вас вызвали? Да, действительно, 12 ноября я был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля и просили меня, когда я к ним прибыл, разъяснить то, зачем мне нужен ютуб-канал, зачем мне нужны социальные сети, что я хочу вот этим образом, ведя ютуб-канал, сказать, что я хочу донести. Но когда начались массовые протесты, вам захотелось высказываться по этой теме как-то более определенно и больше с людьми разговаривать на эту тему, да? Безусловно, я как священник должен проливать свет Слова Божьего на все процессы, которые происходят в мире. И, безусловно, заданием церкви есть давать моральную оценку тех или других явлений. А так как, когда начались протесты, слишком явно проявлялось зло, я вынужден был тоже говорить о том, что есть зло, и называть зло по имени. Вообще, насколько церковь, священники оказались вовлечены, включены вот в этот процесс, когда начались массовые протесты? Я рад в связи с тем, что церковь не захотела остаться в стороне тогда, когда начались мирные протесты, когда началось изменение ментальности у народа. И церковь каким-то образом идёт рядом с каждым человеком, поддерживает его на его пути, старается подсказывать, каким образом надо делать тот или иной выбор, чтобы позаставаться верным в своей совести, чтобы всегда выбирать добро. И католическая церковь действительно в данный момент близко своей паства и народа. И это, конечно, радует меня лично. Хотя, с другой стороны, за то, что церковь оказывает такое попечительство каждому прихожанину, церковь немножко должна, ну, как бы поплатиться. И в этой связи как митрополит наш Тадеуш Кандрусевич тоже высказывался по этому поводу, вызывал к совестным выборам, призывал к тому, чтобы были мы открыты на новую Беларусь, на новые веяния. Это значит, чтобы старались ещё более жить согласно закона. И после того, когда уже разросся конфликт, когда митрополит вызывал к диалогу, к сожалению, никто не хотел услышать его, и митрополита попросту не пустили в свою страну, не пустили в Беларусь, на родину. Это вообще как бы бесправие. Вы говорите больше о позиции католической церкви. А есть ли разница в позиции католической церкви и православной? Или сейчас эта позиция такая единая, объединённая на фоне протестов? Я бы сказал, что как только началось противостояние, конечно, все христиане и католики, православные, протестанты в самом начале выступили одним фронтом. И это радовало, что никто из священников, никто из церквей не захотел остаться в стороне тогда, когда это насилие проявилось, тогда, когда над людьми издевались, людей пытали, людей били, людей на камеру убивали, расстреливали. Но через некоторое время, к сожалению, надо сказать, что церковь православная в лице митрополита Вениамина, они пошли на какой-то диалог с властью. Это неплохо, что кто-то желал бы на диалог пойти. Плохо то, что в основании этого диалога есть недосказанность. И плохо то, что сегодня официальная церковь православная призывает к какому-то молчанию. Например, еще в одной этой епархии на Беларуси некоторым священникам запретили высказывать свои мнения. Во всяком случае, можно снова задавать вопрос про раскол, внутренний раскол православной церкви, когда высшие иерархии желали бы найти какое-то понимание с властью, а священники хотели бы все-таки проповедовать Слово Божье и оставаться верным Господу и оставаться верным церкви человеку. Ну и тогда уже, к сожалению, невозможно пойти на компромисс и договориться с властью. Вы сказали о диалоге с властью, о том, кто ведет диалог с властью, кто не ведет диалог с властью. Но вот если представить ситуацию, допустим, что вы завтра где-то встречаете Александра Лукашенко, что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, покайся, у тебя слишком мало времени осталось, жизнь дается только одна, ты должен признать все свои ошибки, ты не имеешь права удерживать незаконным образом власть, ты не умеешь права издеваться над людьми, ты не имел права убивать, и ты не имеешь права убивать. Каждый из нас должен жить по закону. Если меня вызывают в Следственный комитет, я не против ответить перед законом. Я не против, чтобы Следственный комитет, прокуратура проверила все действия мои и это высказывание. Но только я призываю, хорошо, и вы, Григорьевич, пожалуйста, поедьте в Гаагу и там дайте ответ перед всеми законами. Попадание Беларуси в мировую повестку одно из главных событий последних месяцев. Неслучайно прилагательное «белорусский» попало в список основных слов 2020 года. В шорт-лист его включил Оксфордский словарь, который в начале этой недели подвел словарные итоги года. Редакции словарей английского языка подводят языковые итоги каждый год, но нынешний стал особенным. В редакции Оксфордского словаря развели руками, они не смогли выбрать слово года. Уж очень непростым он был, этот 2020-й. Между тем, словарь предложил не слово, а список из 16 слов и выражений, которые так или иначе ассоциируются с цифрой 2020. Коронавирус, локдаун, социальная дистанция, Black Lives Matter, голосование по почте, импичмент и другие. Почему так трудно выбрать символ уходящего года? Об этом мы поговорили с публицистом, членом экспертного совета российского конкурса слова года Андреем Архангельским. Андрей, как вы думаете, почему все-таки Оксфордский словарь затруднился с выбором слова? Ведь все-таки, как мне кажется, есть слово, которое нас всех объединяет, например, коронавирус. Это то, что символизирует во многом 2020 год. Да, вы знаете, это, кстати говоря, это молчание. Молчание, ведь, как мы знаем, тоже является попыткой ответа, формой ответа. Вот это затрудняемся сказать, потому что действительно, возможно, это такой вот ход Оксфордского словаря, ну, как бы показать всем, что мы не можем это описать одним словом, не можем выразить наши чувства. Но на самом деле, конечно же, вместо одного слова просто нашлось много. И поскольку все хотят избежать банальности, естественно, все ее таким образом и избегают. Но мне кажется, что в данном случае банальности бояться не нужно, потому что история про этот год, она ведь и в словесном смысле тоже очень интересна. Мне кажется, что как раз этим словом могла бы стать в том числе и банальность. Или я бы вот так предложила банальность слэш нормальность. Тем более вот с учетом того, что победил Байден, который, как известно, как я поскакал от коронавируса к Байдену, но вы сейчас все поймете. Байден – это человек, который должен возвратить Америке нормальность. Вот банальность ежедневных усилий наших – мыть ручки, мыть лицо, надевать маски – это же скучно. И вот это большинство людей в переносном смысле убивает. Они им просто скучно, они как бы не видят смысла. Но вот это постоянное усилие нормальности и тире банальности совершаемых действий, оно как раз в каком-то смысле и есть символ этого года. Да, ведь есть выражение «back to normal», то есть мы все ждем, когда мы вернемся после пандемии, вернемся к нормальной жизни. Да, да. И это тоже. Но я все-таки бы хотел сделать акцент на том, почему сложно выразить одним словом. Знаете, я бы еще прибег к словарю Сартра, как ни странно, тошнота, пустота. Почему мы не можем выразить это словом? Ну, потому что вроде никакой явной опасности нет. Нет, ничего не летает сверху, не бомбит, к счастью. Вот нет тех привычных невзгод, которые человек привык испытывать в связи с апокалипсисом, как мы говорим. Да, это такой невидимый апокалипсис. Ну, и тревога наша тоже, она сродни экзистенциальной, она тоже невидимая. Мы не можем объяснить, но все равно тревожно. Вот мы же гуляем в парке, например, дышим воздухом, когда никого нет, да? И мы, что мы делаем, что мы говорим себе в этот момент? Все нормально, все нормально, все нормально. Но мозг наш прекрасно понимает, что все ненормально, что мы только притворяемся. А вообще сама фраза «дышим воздухом, когда никого нет», она... По этой фразе сразу можно догадаться, в каком году она сказала. Совершенно верно, да. Если говорить о России, я знаю, что еще не подведены итоги конкурса «Слово года», но скоро будут. Какие слова вы считаете, словами-символами, выражающими минувший год для России? Самоизоляция, конечно. Это слово, так сказать, вошло в обиход. Раньше у нас не было вовсе. То есть вот раньше те же слова были, но они имели, допустим, другой смысл. А вот слова «самоизоляция» у нас не было. И вот самоизоляция, она как бы, она удивительным образом коррелирует с нынешним внешнеполитическим поведением России. Ведь Россия, в сущности, тоже в политическом смысле, она тоже самоизолировалась. Ну и далеко не в 2020 году. И поэтому вот здесь это самоизоляция, то есть это решение, которое принято самой страной, ну да, частью, скажем так, ее жителей. И, конечно же, принято в первую очередь эстеблишментом, властью. То есть в этом смысле самоизоляция от пандемии, она как бы, это внешний контур. А вот на внутреннем контуре мы, в общем-то, движемся давным-давно к самоизоляции от мира. И вот я бы сказал, что это слово во всех смыслах символично для России сегодня. И еще один вопрос. Зачем нам вообще все это осмыслять? Я имею в виду слова года. Зачем мы их подбираем, выбираем? Очень правильный вопрос. В действительности об этом началась дискуссия где-то уже в апреле, в мае. Вообще, как это осмыслять, то, что с нами происходит? И есть ли какой-то смысл? Вот что, какая наша задача во время подобных ситуаций? Как бы это сформулировать? Сохранить самих себя. Сохранить вот этот признак, вот эту жизнь в стиле модернити. То есть, сохранить в сущности современность. Доказать, что мы-то по-прежнему существуем, что никакие внешние обстоятельства не могут изменить нашего устройства. И в этом смысле ответ на вопрос, зачем об этом говорить, самый простой ответ на этот вопрос, чтобы сохранить себя, чтобы сохранить право быть гуманитарием, чтобы сохранить себя в качестве размышляющей личности. Вот в чем тут вызов. То есть, в каком-то смысле, в этот момент важно продолжать мыслить, продолжать говорить, потому что ты за это и отвечаешь. Делай то, что в твоих возможностях, выполняй ту работу, которую и делал. Вот в чем героизм нынешнего времени. И тогда ты выполнишь свою, так сказать, миссию. И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова